Винни-Пух С этой музыкальной семьей мы знакомы давно. И все-таки для телезрителей хотелось бы еще раз представить наших сегодняшних хозяев. Ну, в первую очередь это Сан Саныч, младший представитель семьи. Любовь Ивановна, мама нашего хозяина, сам хозяин нашей сегодняшней встречи, это Александр Тищенко и его жена Наташа. Любовь Ивановна, скажите, какая лично вам песня в исполнении Саши нравится больше всего, или даже не нравится, а я бы сказал, близка вам больше всего? Ой, вы знаете, мне все песни нравятся в его исполнении. Ну, «Черный лебедь» очень нравится, нравится «Останьй погляд», нравится. Очень нравится према-балерина, которую он исполняет. А еще из первых его, мне очень нравится вот песня, которую он посвятил Чернобиль, по-моему, да? Это «Чернобиль», да? Ну, как бы условно. «Мертвый, мертвый он и сын». Когда он вот садится сам за рояль и поет, вот я всегда плачу. Но холодно душе, а взгляды так нескромные, слова одни клише, бездушно, бездуховно, ушла любовь. Теперь ни страсти, ни огня, ты потеряла все, и не зови меня. Прима-балерина, сон мой и мечты Прима-балерина, что мне скажешь ты? Ты в любовь играешь, спиртом пополам Но узнал я цен всем твоим словам Я, насколько я знаю, у вас очень музыкальная семья. Чем занимались ваши деды, прадеды и так далее? Деды и прадеды, ну, это мои предки, они к музыке никакого отношения не имели. Просто хорошие голоса были, хорошо пели, вот так вот. То есть домашним музыцированием занимались, да? А вот со стороны мужа, там у него, у мужа мать работала регентом в церкви 50 лет, отец работал тоже регентом в церкви, ну и муж тоже музыкой занимается. И так вроде это уже такое семейное... Ты бы занимаешься мало музыкой. Да, у нас профессор, дирижер. Профессор, профессор, профессор. Да, 40 лет проработал в театре. Не, ну, он, ну, не, аж дедушка очень хранитый, да? Он был в оперном театре, как вестером проработал 30 лет, вот. Я почти 40 лет в оперном театре проработала, артистка хора, профессор. Лидия, вы говорите, как бы никто не занимался музыкой в семье. Да, очень много. Ну, и Саша, конечно, куда он мог деться, когда его на спектакли приводили... А что, и не было? Нет, 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 нет. А что, и не было? Нет, 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 нет. Этого не было, этого не было. Он с пяти лет, он пошел в музыкальную школу в пять лет. Он просто сам. Вот привезли пианино, поставили, и он подходил и играл. Ну, и отец говорит, надо его, наверное, попробовать повезти. Пять лет ему было, крошка такая. Ну, хорошо, а когда ты понял, что музыка – это твое призвание, что вот ты выбрал себе эту профессию? Я помню, это очень памятное было мгновение для меня. Только когда я сильно увлекся спортом, это было, по-моему, пятый класс или шестой, видишь, я не помню, помню, шестой класс. И до того у меня все очень легко давалось по профессии, я занимался как пианистом. Потом я на год совершенно оторвался от серьезных занятий по музыке и стал больше заниматься мячом, чем на рояле. И я потерпел огромнейший крах в своих глазах и в глазах моих наставников, в глазах родителей. И у нас, опять-таки, состоялся совершенно сакраментальный разговор. Я буду поставить перед фактом либо дальше не заниматься музыкой, либо заниматься чем-то другим. Футболом. Вот мама хорошо помнит момент, когда летние каникулы, все нормальные дети пошли отдыхать. И я сломался и засел за занятия очень серьезно. И за два года сделал то, что я не делал за всю свою жизнь, наверное. И с от плечем закончил. Как бы так получилось, я толком-то не помню. Понимаешь, что меня отец тогда приследил сильно и сказал, что вот выбирай. Мы уехали на гастроли в Москву и получаем телеграмму. С театром на гастроли, да? Да, с театром мы уехали на гастроли в Москве. Получаем телеграмму. Поздравляю ваш сын-студент. Да, Ань, мама. Это было чуть-то позже. Он без нас. Так это было действительно. Да. Он сам поступил без нас. Мы же не знали. Мы думали, будет он поступать. Будет он. Он очень хорошо учился в школе. Он хорошо лепил. Хорошо рисовал. Я списывал все контрольные. Честно. Тоже хорошо. Списывал просто. Отец говорит, а если он не захочет музыкой заниматься, пусть он, может он будет архитектором. Может он… Математиком. А были задатки, да, к архитектуре, к живописи? Да, у него даже дипломы есть у меня. Я сохранила дипломы за творчество. И еще одно. Я наперед забью. Еще одна телеграмма была. Когда он уже закончил Киевскую консерваторию. Мы тоже где-то были на гастролях. И он поехал после Киевской, сразу поступал во Львовскую консерваторию. На композицию. На какой-то другой факультет. На композицию, да. И мы тоже получаем телеграмму. Штурмом взял второй курс Львовской консерватории. Ваш вечный студент. Это тоже у меня это телеграмма. Это трагедия всей моей жизни. Это учеба. Саша, я никогда не поверю в то, если ты скажешь, что твои произведения не проходят какую-то цензуру внутри семьи. Вот кто самый главный цензор? Я написал Сашину потрясающую работу просто. По-моему, это успех. Я заранее уже готовлю. И не дай Бог. Никаких возражений. Наташа, как ты относишься вообще к произведениям Саши? Как ты их воспринимаешь? Смотри, правду не говори. Ну почему, Саша? Нет. Юра задала очень хороший вопрос. Дело в том, что, Юрочка, действительно, вот каждое произведение, песня, не знаю, композиция Сашина, она проходит у нас, в общем-то, цензура. Вот когда мы уехали от родителей, разделились, проходит у нас действительно на кухне, дома. Да, всегда. И всегда мы обсуждаем, но Саша, вот он, то есть он, так сказал, свое внутреннее состояние отношения к цензуру, но все равно он воспринимает какие-то там пожелания. Но в основном, уже вынося какие-то свои песни на наш вдвоем суд, в общем-то мне нравится практически все. А ты следуй за мной! За мной! Следуй за мной! За мной! Следуй за мной За мной Следуй за мной За мной Следуй за мной Согласитесь, что в нашей повседневной жизни не часто вспоминаешь о выдающихся людях прошлого. Если где-то, когда-то, случайно в гостях заговорили о Бетховене, то наше воображение в лучшем случае нарисует памятник композитора в бронзе или граните с суровым выражением лица. Ну а Моцарт, скорее всего, вспомнится в виде плохо написанного штампованного портрета, висевшего некогда в любом учебном заведении, и по которому совершенно невозможно было определить пол. И все же давайте разрушим этот стереотип, ведь, обладая уникальными способностями, все они в первую очередь были людьми. Иоганна Сабастьяна Баха принято считать композитором исключительно серьезным, как, впрочем, и многих других классиков. К счастью, это не совсем так. Умел Бах пошутить и над собой, и над окружающими, и в быту, и, конечно же, в своих произведениях. Одна из таких шуточных пьес была написана им к мальчишнику, задолго до собственной свадьбы. Такие мальчишники, как правило, не обходились без пива. Начинались они вполне приличным хоральным пением, ну а заканчивались довольно двусмысленными куплетами, с шуточными намеками на разного рода семейные обстоятельства. На этом мальчишнике Бах решил обыграть два слова. Бах, что в переводе с немецкого означает ручей, и Бак, что в пекарском обиходе просто квашня. Можете себе представить, как наш маэстро плывет в квашне, будто в лодке по ручью, а разноголосый хор в это время кричит ему «Квашня! Квашня!». Сам же он в это время поет нежную лирическую арию. О вы думы, зачем вы терзаете мою душу? По-моему, юмор вполне в стиле кавейновской молодежи нашего времени. Музыка 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 году Бахом была написана сатирическая кантата, которая получила название кофейная. В те времена в Германии мода на кофе только начиналась и очень быстро распространялась, особенно в женском обществе. Власти некоторых немецких земель даже запрещали кофе. Бах, очевидно, был сторонником бодрящего напитка, а не только кружки пива. В результате этого пристрастия и родилась кофейная кантата примерно такого содержания. Почтенный бюргер решает отучить свою дочь Лисхин, любительницу кофейного напитка, от пагубного, по его мнению, зелья. Лисхин умоляет своего отца не быть столь строгим, уверяя, что не выпивая трижды в день по чашечке кофе, она может стать, цитирую, тощей, как пересушенное жаркое. Расстроенная Лисхин оживляется только тогда, когда ей обещают музе. Она даже готова отказаться от черного напитка, но только на сегодня. В конце концов, страсть кофе побеждает. Лисхин обещает, что ни один жених не переступит порог ее дома до тех пор, пока не даст слова, что ей будет разрешено варить кофе столько, сколько она пожелает. Надо сказать, что в те времена музыка строго разграничивалась на религиозную, светскую и народную. Причем музыка духовная тщательно оберегалась от проникновения в нее танцевальной и народной музыки. Кофейная кантата была написана Бахом по заказу специально для светских вечеров, которые проходили каждую неделю в кофейном доме Циммермана. Здесь слушатели пили кофе, горячительные напитки, ели и, конечно же, танцевали. Если пофантазировать и представить себе эти вечера в наше время, то, скорее всего, это были бы дискотеки в ночном клубе, а великий маэстро был бы на них главным диск-жокеем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все мы предпочитаем не афишировать свои слабости и недостатки. И все же свойственно человеку подглядывать в замочную скважину, сунуть нос в чужое дело, ну и особенно приятно заглянуть в чужой карман. Ну, в наших с вами карманах мы вряд ли сыщем что-либо интересное. Другое дело карманы звезд мирового шоу-бизнеса. Возможно, это не очень удобно, но уж очень хочется. Когда-то Эрик Клэптон просил своего менеджера выдавать ему зарплату 150 фунтов в неделю в коричневом конверте, как обычному рабочему. Ну, а сегодня доходы Клэптона, пожалуй, ни в один конверт не поместятся. Его состояние оценивается в 80 миллионов фунтов стерлингов. Доходы от собственного холдинга, издательства и звукозаписывающей фирмы позволяют Клэптону совершать всяческие чудачества. Например, слетать в Италию на один день или купить скоростной катер за 400 тысяч долларов и распаковывать его несколько лет. Увлечения Клэптона разнообразны. Коллекционирование оружия и произведения искусства, рыбная ловля и лошади. У него есть несколько домов и коллекция машин, скажем, таких как Феррари 57-го года. Но не забывает Клэптон и об алкоголиках и наркоманах. Для них была специально построена реабилитационная клиника. И вообще, помощь другим Клэптон всегда считал своим долгом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова